Добрый день! На 12-м канале Час новостей. Студия Анна Кокорина. И вот о чем расскажем. Страшная находка. Пареньки мой, это вот! Мешки с трупами собак и кошек, а мечи обнаружили у мусорных контейнеров в центре города. Омск-то и космос. В день космонавтики на ВДНХ представят достижения мечей в освоении космического пространства. За незаконную стройку ответят, завели уголовное дело о халатности при строительстве многоэтажки на пригородной, где трещинами пошел соседний дом. И венец коллекции. То, что я искал, оказалось прямо около меня. Чтобы запечатлеть редкую бабочку, омский энтомолог преодолел больше 10 тысяч километров. Начнем выпуск с шокирующей находки на площадке мусорных контейнеров в Омске. Пареньки мой, это вот! Рядом с баками возле дома по улице Герцена мечи обнаружили несколько десятков трупов собак и кошек. Тела были завернуты в мусорные пакеты. Причем видно, что часть животных породистые. На место сегодня выехали специалисты управления ветеринарией, русельхознадзора и полицейские. На ваших экранах видео с камерой наружного наблюдения, которое нам предоставила жительница одного из соседних домов. Накануне днем она засняла, как из легкового автомобиля неизвестный мужчина погружает почти десяток мусорных мешков и коробки, предположительно, с телами животных. Есть уже и первые версии, кто таким способом решил избавиться от домашних кошек и собак. Все подробности в следующих выпусках. Час и новостей. В Омске завели уголовное дело о халатности при строительстве дома на пригородной. 12 канал рассказывал эту историю. Тревогу забили жители соседней многоэтажки. По их словам, когда рядом с их домом начали забивать сваи нового жилого комплекса, в подъездах и квартирах образовались трещины. Как выяснили следователи, разрешение на строительные работы на берегу Иртыша было выдано незаконно. Проектной документации демонтаж на месте бывшего причала не предусмотрен. Установлено, что проводимые строительные работы угрожают целостности соседних домов. Сейчас стройка остановлена. Следователи выясняют всех причастных к преступлению. Расследование уголовного дела на контроле у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. И к другим темам. Сегодня в России отмечается День космонавтики. Именно 12 апреля в 1961 году советский летчик Юрий Гагарин стал первым человеком в истории, вышедшим на околоземную орбиту. С праздником жителей региона поздравил губернатор Виталий Хаценко. Он отметил, что Омск в освоении космоса имеет особое значение. Это еще раз доказывает успешный старт ракеты «Ангара А-5». Она собирается в нашем регионе. Кроме того, именно в Омской области в годы Великой Отечественной войны трудился основоположник современной космонавтики Сергей Королев на заводе номер 166. Этому периоду и посвящен фильм 12 канала «Покоривший космос». Инженеры на предприятиях и сейчас воплощают в жизнь самые передовые проекты страны в центре внимания и стенд нашего региона на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Сегодня микроминиатюрист Анатолий Коненко представит посетителям новые работы. Это альбом с портретами и биографиями космонавтов, а также портрет Юрия Гагарина на пластине из бивня мамонта. Сегодня у сотрудников завода «Полет» двойной праздник. Они принимают поздравления не только с Днем космонавтики, но и с успешным запуском ракеты «Ангара-А5». Ее собрали именно на этом предприятии. На проходной производственного объединения представители «Единой России» устроили настоящий сюрприз. Заводчан встречали с цветами и подарками. Звучали и песни на космическую тему, в том числе композиции, посвященные ракете «Ангара». Такое утро сотрудники точно запомнят надолго. Переполняет гордость за нашу страну, за наш завод, за город. Всех с праздником. Я работаю на заводе с 90-го года. У меня здесь и папа работал, и брат работает здесь. Матцы крайне положительны. Это передовое предприятие, на котором трудится не одно поколение работников. Я считаю, что для меня большая честь поздравить их. В Омской области построят больше 60 вышек сотовой связи. Их запустят уже в этом году. Работу проведут по нацпроекту «Цифровая экономика», который инициировал президент Владимир Путин. Качественную связь и стабильный интернет получат больше 15 тысяч жителей региона, в том числе из малонаселенных деревень. Добавлю, что в 2024 году Омская область заняла второе место по количеству квоты на установку базовых станций сотовой связи. И такая работа будет продолжена. Найдут работу каждому. Сегодня в Омске стартует региональный этап Всероссийской ярмарки вакансий. Эксперты будут работать в областном конгресс-холле. Соискателям предложат больше 10 тысяч вакансий от ведущих оборонных и промышленных предприятий, IT-компаний, организаций транспорта, агропромышленного комплекса, образования, здравоохранения, культуры и спорта. Расскажут жителям региона и о том, как повысить профессиональные компетенции или бесплатно пройти переобучение по востребованным профессиям. Подробности в следующих выпусках «Час новостей». Когда цена аж двух жизней, плазменный телевизор. В областном суде сегодня началось слушание по делу о мечах, ладнокровно расстрелявшего двоих человек. Трагедия потрясла регион год назад. Началось все с того, что в конце марта пропала 85-летняя пенсионерка. Ее искали полицейские и волонтеры. В ориентировках говорилось, старушка не выходит на связь и может нуждаться в медицинской помощи. А через несколько дней труп женщины был найден в потайном погребе собственного дома на Второй береговой. Рядом лежало тело ее 57-летнего сына. Выяснилось, семью хладнокровно расстрелял из-за обреза сосед. Он планировал забрать сбережения, но не нашел и вынес из дома жертв плазменный телевизор. После задержания меч заявил, был в состоянии наркотического опьянения и не отдавал отчет своим действиям. Однако силовики доказали, расправу мужчина планировал. В зале суда работает съемочная группа 12-го канала. Подробности в следующих выпусках «Час новостей». Староста группы, которая держала в страхе и издевалась над воспитанниками Большоуковского детдома, может отправиться на три года в воспитательную колонию. Такой срок сегодня запросило гособвинение. Напомню, эта история прогремела на всю область. В начале осени поводом для возбуждения уголовного дела стало видео, на котором 16-летняя школьница унижает и избивает свою сверстницу, а затем заставляет голыми руками мыть общественный туалет. Позже выяснилось, что этот случай может быть не единичным. По мнению стороны обвинения, староста группы неоднократно истязала детей, в том числе стреляла в некоторых из них из пневматического пистолета. Ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу с банковской карты и была осуждена условно. Теперь ей грозит реальный срок в воспитательной колонии. Кроме того, уголовное дело возбуждено и в отношении руководства детского дома. Взрослые проходят по статье о халатности. Приговор судья вынесет в ближайшее время. И к другим темам. В финале третьего чемпионата Омской области по информационной безопасности сразятся 10 команд со всей Сибири. Айтишники высочайшего класса будут защищать информационную систему от хакерских атак и, что немаловажно, искать слабые места в защите соперников. Айти-чемпионат пройдет уже завтра. Заявились почти полторы тысячи человек из Томска, Новосибирска и Красноярска. Шансы о мячей на победу оценил Денис Жарков. То, что непосвященному человеку покажется бракодаброй, для айтишников политеха может стать ключом к победе. Команда готовится к межрегиональному чемпионату по информационной безопасности. Домашними заготовками пользоваться разрешено. Этот код можно будет на лету адаптировать и использовать для взлома сервисов команды соперников. Конкуренция, да, я считаю, будет сильной. Мы прилагаем для этого все усилия для того, чтобы подготовиться и надеемся на первое место. Мы участвовали в онлайн-соревнованиях. И после этого в самом политехе на кафедре у нас проводилось соревнование локальное по информационной безопасности. Там мы как раз взяли первое место. Чемпионаты по информационной безопасности проводятся в Омске с 2013 года. Суть их неизменна. У каждой команды есть сетевая инфраструктура информационной системы. Ее нужно защитить и заодно найти уязвимые места в системе соперников. Поэтому в команде должно быть минимум четыре участника. У каждого своя роль. Есть капитан, который, собственно, как раз таки принимает решение. Есть атакующий, кто пытается написать скрипт для автоматизации, собственно, атаки. Есть защищающиеся, которые пытаются у себя залатать, скажем так, оперативно, потому что там ограниченное время. Все вот эти вот сервисы. Отдельно есть, например, человек, который поддерживает всю инфраструктуру в рабочем состоянии. По замыслу организаторов, в числе которых региональное министерство цифрового развития и связи, чемпионат позволит студентам сформировать системное видение проблем информационной безопасности, научит предотвращать угрозы, повысит уровень подготовки и даже позволит впоследствии найти хорошую работу в Омске. Состязания пройдут в рамках марафона IT-чемпионатов, поддержанного губернатором Омской области. Старт чемпионата 13 апреля. Денис Жарков, Виктор Осинцев, 12 канал. 12 канал выберет исполнительницу главной роли в новом фильме «Вальс со смертью». Сегодня стартует финальный этап кастинга. Девушки, а их семь человек, будут читать монологи из сценария киноленты. Простым испытанием не будет. Фильм основан на реальных событиях и повествует о жизни девочки-подростка, которую во время Великой Отечественной войны отправили на Восточную Пруссию на принудительные работы. Девушка пережила все ужасы концлагерей. Все финалистки кастинга получат приглашение на роли второго и третьего плана, и творческая группа приступит к съемкам. Частично они пройдут в Калининградской области, а в Омске для этих целей воссоздадут немецкий концлагерь. Сейчас режиссеры определяются с локациями. Этот проект станет третьим по счету, реализуемым совместно с Омским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» на средства президентского фонда культурных инициатив. Выпуск художественного фильма назначен на 2025 год. Будет чисто! 12 канал приглашает всех на интерактивный «Чисто субботник». 20 апреля порядок наведут в парке «Трехсотлетие Омска». С самого утра на борьбу с мусором свои команды поведут популярные журналисты. На борьбу за чистоту выйдут пять команд под руководством ведущих программ «Час новостей», местные жители, управдома и подкаста «Гуджоп». А любители мощной музыки смогут присоединиться к группе участников от «Радио Максимум». Мероприятие будет проходить в стилистике 90-х, так что малиновые пиджаки, спортивки, барсетки и хорошее настроение приветствуются. Инвентарь выдадут на месте, самых активных ждут призы и подарки от спонсоров. «Хорошо, да?» «Да!» «Работаем! Чисто, чисто, я фиксирую!» «Я приду к тебе на помощь!» «Борзи, ты заново!» «Заново, спортсмены!» Исполнив мечту всей жизни, омский энтомолог Святослав Князев отправился в Южную Африку, чтобы запечатлеть редкого тонкопряда. О встрече с этой бабочкой он мечтал несколько лет. Впервые в ЮАР. Амич оказался пять лет назад, но не смог добраться до тех мест, где обитают чешуи крылые. Исправить ситуацию удалось в этом году. Экзотическая бабочка пришла на свидание. Анна Лукьянец продолжит. «То, что я искал, оказалось прямо около меня». Увидеть этого редкого тонкопряда для энтомолога Святослава Князева – событие всей жизни. И это негромкие слова. Ради этой бабочки амич преодолел более 10 тысяч километров. Ведь такой вид встречается только в Африке. И настолько неизучен, что на просторах интернета нет даже видео. «Семейство реликтовое, очень древнее, родственное еще динозаврам. Такая мечта у меня очень давно возникла. И вот я ее лелеял. Наконец-таки свершилось. Я смог отправиться в путешествие». Первая попытка воочию лицезреть этих ископаемых гигантов в природе была еще в прошлую экспедицию в ЮАР пять лет назад. Но поиски не увенчались успехом. В этот раз все удалось. Правда, пришлось провести четыре бессонные ночи, чтобы не упустить долгожданный объект. Святослав сидел в засаде и уже почти отчаялся. Как вдруг на свет прилетела бабочка «Лето Винус». «Основной пик выхода бабочек приходится на конец вевраля, начало марта. Поэтому я это время и выбрал для поездки». Такое пристрастие к бабочкам началось еще в детстве. «Родители у меня были художники. Мы с ними выезжали на пленеры, на природу. И там я увидел, что летают бабочки. Мы с отцом поймали первого махаона тогда. Сделали какую-то простенькую коллекцию. И потом дедушка мне подарил определитель бабочек средней полосы России». Теперь в коллекции более 450 коробок. А сколько там экземпляров, Святослав говорит, сложно сосчитать. «Эти две секции – это коллекция бабочек Омской области. А все остальное – это из различных путешествий по Сибири, в целом России, Казахстану, Монголии». В основном чешуи крылые обитают на лугах, в лесах и привлекают к себе особое внимание богатством форм и цвета. Всего в мире существует около 170 видов бабочек и мотыльков. Причем большинство из них предпочитают вести ночной образ жизни. «Вот голубая орденская лента. Тоже, пожалуй, крупнейшая наша омская ночная бабочка. Раньше включали ее в красные книги вовсе. Хотя вид вполне обычный, поэтому из красных книг ее поубирали». Как куколка превращается в бабочку, так и просто хобби Святослава переросло в серьезные научные исследования. Четыре года назад он выпустил каталог чешуи крылых Омской области, а в 2023-м вышла вторая часть. В планах на будущее – Австралия и Южная Америка, чтобы показать миру еще больше новых видов. Анна Лухинец, Санат Оксанов, 12 канал. Амичи завоевали целую россыпь наград на прошедших в Новосибирске двух турнирах по карате. В общей сложности на счету наших бойцов 40 медалей, в том числе 9 высшего достоинства. Подробности у нашего спортивного обозревателя Алексея Дарьева. Омские каратисты уверенно выступили на Кубке Успеха. Прошедшие в Новосибирске старты имели всероссийский и международный статус. Турнир собрал почти 2000 участников из 14 стран. Россию представляли 40 регионов. Омские спортсмены выиграли целую россыпь медалей. Серебряным призером международных стартов, которые проходили среди мужчин, стал Евгений Коршунов. В рамках всероссийских соревнований победителями в своих категориях стали Михаил Макаров, Тимофей Романов, Полина Бауэр, Виолетта Ганилова, Анастасия Кин, Мирослава Гавриленко, София Климина и Амина Цупикова. Также в копилке о мячей на этом турнире 11 серебряных и 20 бронзовых наград. Дарья Казанцева выиграла Кубок мира по самбо. Турнир состоялся в столице Армении. Сборная России выступала в Ереване под флагом и с гимном Международной Федерации самбо. В составе российской команды в соревнованиях приняла участие представительница Омской области Дарья Казанцева. Она стала чемпионкой в весовой категории 72 килограмма. Серебро здесь также на счету россиянки Анастасии Филиппович. И еще самбо. Всероссийские соревнования, посвященные памяти мастера спорта СССР международного класса Накипа Мадьярова, прошли в столице Татарстана. Турнир собрал более 200 атлетов. Бронзовую награду в разделе «Боевое самбо» завоевал представитель Омской области Владислав Шевченко, выступавший в весе 71 килограмм. В Омске стартовала регистрация на весенний полумарафон. Событие пройдет в рамках самого масштабного бегового проекта в стране «Забег РФ». Полумарафон запланирован на 19 мая. Старт состоится в полный. В этом году стартовать и финишировать участники будут на территории Сибирского кадетского корпуса. Здесь же предварительно за два дня до события пройдет выдача стартовых пакетов и дополнительная регистрация на «Забеге» при наличии свободных слотов. А уже сейчас и по 12 мая включительно зарегистрироваться можно на сайте ransin.ru. Алексей Дарьев, 12 канал. И последнее. Юные омичи напишут упрощенный тотальный диктант. На эксперимент решились региональные организаторы масштабной акции. Дело в том, что ежегодно на контрольную проверку грамотности многие омичи приходят семьями. При этом дети не всегда успевают за дикторами. Сложно им и соблюдать пунктуацию. В этом году для ребят от 10 до 14 лет текст диктанта, подготовленный известной российской писательницей Анной Матвеевой, упростят. Написать его можно будет в театре «Куклы актера и маски Орликин». Регистрация участников уже открыта. Всего же на выбор 58 площадок. Главное, в первом корпусе ОМГУ здесь текст диктанта прочитает программный директор и ведущий радио Монте-Карло Омск Алексей Попов. Диктовать текст будет и ведущая «Час новостей» Любовь Федорова. Акция пройдет 20 апреля. Далее прогноз погоды. Но все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислав их по электронной почте или позвонив в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Путешествия по сказкам. Алиса в стране чудес. Маугли. Аладдин. Бременские музыканты. Экзотические животные с царицами тропиков пумами. Грандиозное шоу о добре и любимых сказках в Омском цирке. Невероятные Усвинские столбы, бескрайнее Онежское озеро и живописная долина реки Чулышман. Увидеть множество и других уголков России вы сможете вместе с Макфой. Купите любимую продукцию Макфа на сумму от 150 рублей в чеке, зарегистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше трех путешествий и 800 других призов. Открывайте красоту России вместе с Макфой. Продукцию торговой марки Макфа спрашивайте в магазинах города. Брутальный внедорожник Джету Т2 в Омске. Официальный дилер Джету Альянс. Волгоградская 38, корпус 2. Альянс. Вместе в движении. Весна на максимум в санатории Евромет. Весь апрель скидка 25% на размещение в номерах категории Делюкс. Стоимость от 3080 рублей за человека в сутки. Телефон 33 11 44. Если радио, то максимум 105 фм в Омске. И о погоде завтра. 13 апреля в Омске переменная облачность. Возможны осадки. В ночные часы плюс 5, плюс 7. Дневная температура до 13 градусов выше нуля. В районах облачно возможен дождь. Ночью плюс 6, плюс 8. Дневная температура до 11 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. На этом пока все новости. Следующий выпуск смотрите в 17 часов. Хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова